Ни для кого не секрет, что основной причиной смертности во всем мире является онкология и кардиология. В начале 21 века медицина получила новый вызов, и кардиология вышла в лидеры. Лишь потому, что мы научились вовремя диагностировать онкологические заболевания, но мы не знаем, что делать с сочетанной онкологической и кардиологической патологией. Обо всем об этом сегодня побеседуем с академиком, профессором, доктором медицинских наук Чазовой Ириной Евгеньевной. Рентген, большое спасибо, что нашли время в своем плотном графике. Но тема, конечно, достаточно сложная и, наверное, как мне представляется, самая актуальная, которая существует на данный момент. Эта тема перекликается, вероятно, со многими семьями. Многие из наших родственников также имели либо кардиологическую патологию, либо онкологическую патологию, либо уже сочетанную патологию. Как вы пришли к тому, чтобы исследовать действительно кардио-онкологию? Мой путь, наверное, был простой. Дело в том, что в нашем отделении, в нашем институте, который занимается исключительно кардиологическими проблемами, появляется очень много пациентов с онкологическими заболеваниями. Мы сталкиваемся с сложностями лечения и диагностики этой категории пациентов. Очень часто мы не знаем, какой из препаратов, которым мы лечим сердечные болезни, применить у того или иного пациента, имеющего уже заболевания онкологические. Ну и кроме того, вы правы, Константин Павлович, каждая семья, она, наверное, имела историю того, что родственник или близкий друг скончался или болеет не только сердечно-сосудистыми, но и онкологическими заболеваниями. Вот, например, моя мама, она несколько лет назад скончалась от онкологической болезни. И, к сожалению, несмотря на то, что мы медицинская семья, и у нас много знакомых онкологов, мы не смогли помочь маме, и она ушла достаточно так обидно и нелепо из этой жизни. Поэтому, наверное, две составляющие – это и профессиональный долг и интерес, и вот долг дочери по отношению к матери заставляет меня заниматься кардио-онкологией. Ирина Евгеньевна, как вы считаете, все-таки 20 век, даже конец 20 века, мы все-таки говорили, что на первом месте онкологическая патология. На рубеже 20-21 века и начала 21 века все-таки на первое место встала кардиологическая патология. Потому что, вроде как, представление такое, что мы научились рано диагностировать онкологию, но пациенты в итоге, которые в том числе получают химиотерапию, умирают от кардиологической патологии. Это соответствует действительности? Да, конечно. Продолжительность жизни нашего населения увеличилась. А это значит, что и в общей сложности людей, продвинутых в возрасте, а значит и страдающих и кардиологическими, и онкологическими заболеваниями, становится все больше и больше. Кроме того, если сердечно-сосудистые заболевания и в нашей стране, и в мире постепенно отходят на второй план, как вы совершенно правильно заметили, борьба с онкологическими заболеваниями, она остается актуальна. И онкологические заболевания стали течь дольше, потому что, как ни парадоксально, вместе с улучшением и диагностики, и лечения этих пациентов, они стали проживать более долгую жизнь, и, соответственно, у них чаще возникают сердечно-сосудистые болезни. Поэтому проблемы кардио-онкологии становятся все более и более актуальны и современны. И сейчас даже говорят о том, что необходимо ввести специальность кардио-онколог. Наши зарубежные коллеги, например, уже имеют специалистов этой профессии. В 2015 году впервые на Конгрессе по сердечной недостаточности, если я не ошибаюсь, в Словении, заговорили про так называемую антрациклиновую сердечную недостаточность, ввели ее в отдельное понятие. Там собрались более 46 стран, и вот только тогда действительно было обозначено, что это ужасная проблема на самом деле, и что почему-то, как многим представляется, до этого, во всяком случае, в нашей стране этим не занимались. Это правда или нет? Или на самом деле занимались? Я думаю, что эта проблема была обозначена значительно раньше, потому что антрациклины – это достаточно старые препараты, которые применяются нашими коллегами-онкологами, и ими лечат целый спектр заболеваний. Ну, наверное, самый распространенный – это рак молочной железы. Очень частая опухоль. К сожалению, количество пациентов, женщин с раком молочной железы увеличивается, и антрациклины, как препараты более старого поколения, они очень часто назначаются и до сих пор назначаются при этой патологии. Уже накоплен опыт большой применения антрациклинов, и, соответственно, появляется опыт и побочных эффектов. И один из побочных эффектов антрациклинов – это развитие кардиомиопатии. Причем коварность антрациклиновой кардиомиопатии заключается в том, что она развивается иногда через много лет после проведения курса антрациклиновой терапии. Ну, и, конечно, ослабленные больные, больные более пожилого возраста, те, кто получали большую дозу антрациклинов, они являются теми пациентами, у которых риск развития кардиомиопатии значительно выше. К сожалению, антрациклиновая кардиомиопатия необратима. И даже если заканчивается цикл приема препаратов, кардиомиопатия остается болезнью, с которой пациентка должна жить всю оставшуюся жизнь. Поэтому, конечно, и диагностика, и подходы к лечению антрациклиновых кардиомиопатий, они очень актуальны. — Ирина Евгеньевна, а как так вышло, я знаю совершенно точно, что в вашем институте вы долгое время работали на стыке с онкологами, с хирургами. То есть были кардиохирурги и онкологи-хирурги. Но как-то вот эту проблему действительно обходили стороной антрациклиновый ряд, который, разумеется, до сих пор применяется, потому что это крайне эффективные препараты. Если говорить о сердечной недостаточности, то сам собой приходит вопрос, а как, может быть, диагностировать чуть раньше эту сердечную недостаточность? Некоторые предлагают использовать кардиоспецифические ферменты тропонин, например. Некоторые предлагают использовать новые технологические методы ультразвуковой диагностики. Как вы считаете, какой сейчас наиболее передовой метод для своевременной диагностики сердечной недостаточности? — Я считаю, что нельзя основывать свою диагностику только на одном методе. Обследование должно быть комплексным. Во-первых, все женщины, все пациенты, которые назначаются антрациклиной, должны обследоваться до начала курса, чтобы иметь какую-то отправную точку, исключаться предшествующие заболевания для того, чтобы определить степень риска возникновения антрациклиновой кардиомиопатии. Ну и, конечно, необходимо контролировать и биологические маркеры, тропонин высокочувствительный. Конечно, ничего лучше, пока мы не изобрели. Ну и применять современные мета-эфокардиографические диагностики, спеклтрекинг, которые существуют у нас, более сложные методики, непростую двухмерную эфокардиографию. Ну, конечно, у врачей должна быть настороженность. Если врач-онколог хорошо знает о возможных побочных эффектах, то при любых симптомах возникновения поражения миокарда он насторожится и посоветует с кардиологом, что делать. Правильно я понимаю, что сейчас, если есть риски или даже уже диагностирована онкология, то сейчас не химиотерапевт даже обозначу, а все-таки онколог, поскольку химиотерапевт вообще не обижается, они тоже являются онкологами в полноценном смысле слова, должны совместно работать с кардиологами как раз. И, возможно, может быть, после постановки диагноза как раз отправлять пациента прежде всего к кардиологу. Мне кажется, что кардиолог должен осматривать всех пациентов с онкологической патологией еще до начала химио- или лучевой терапии. И потом тоже периодически наблюдать этих пациентов. Рентген, если говорить про препараты, которые существуют, препаратов достаточно много, многие из них изучены при лечении сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца, артериальной гипертензии. Насколько изучены эти препараты на предмет взаимодействия с химиотерапией? Какие препараты вы имеете в виду? Это, возможно, ингибитор АП, блокадор ИСЭБ, бета-бета-бета. А, вы антигипертензивные препараты имеете в виду. Считается, что наиболее эффективными в плане снижения артериального давления являются препараты, влияющие на расы и антагонисты кальция. Вот именно эти классы препаратов мы стараемся назначать больным с онкологической патологией. Это если говорить о таких побочных эффектах, как уже вторично развивающаяся артериальная гипертония. Если говорить о лечении сердечной недостаточности, то здесь все наши препараты, ингибиторы АПФ, они вполне эффективны. Было наблюдение в нашем институте, в отделе сердечной недостаточности, где высокоэффективнее были новые препараты для лечения ХСН у больных с антрациклиновой кардиомиопатией. Конечно, у нас нет пока крупных клинических исследований, какой-то убедительной доказательной базы в эффективности одного препарата или другого лекарственного средства. Сейчас мы идем как бы по пути накопления каких-то данных. Но, конечно, если бы были какие-то рандомизированные клинические исследования, какая-то доказательная медицина, нам было бы легче давать какие-то рекомендации. Пока все это наблюдение и умозрительно больше. Планируется ли проводить, или, возможно, существует уже какой-то регистр этих пациентов? Мы планируем вместе с нашими коллегами-онкологами в будущем проводить регистр. Но проблема кардио-онкологии, она стоит на стыке кардиологии-онкологии. Поэтому в последние годы мы шли по пути создания общих рекомендаций. И рекомендации по кардио-онкологии были созданы в конце прошлого года. Сейчас мы совместно проводим симпозиумы, семинары по обучению и онкологов, и кардиологов проблемам смежного характера. Но, конечно, это было бы здорово, если бы у нас была возможность наблюдать больных, онкологических, вместе с онкологами и смотреть, насколько часто развиваются у них сердечно-сосудистые осложнения. Идут навстречу онкологи кардиологам и наоборот? Кардиологи, мне кажется, больше любят онкологов, чем онкологи-кардиологов. Дело в том, что я говорила со многими ведущими онкологами, они немножко несерьезно относятся к разделу медицины, который называется кардиологией. И говорят о том, что, в общем-то, они сами без нас отмечают развитие побочных эффектов уже, как они считают, знают, как диагностировать и бороться с ними. Но мне кажется, что кардиоонкология – это более широкая проблема, нежели побочные эффекты, кардиотоксичность, вторичная артериальная гипертония на фоне лучевой или химиотерапии. Это и изменение подходов к диагностике и лечению больных при совместном сосуществовании кардиологической и онкологической патологии. Например, абсолютно нет никаких исследований, какие препараты кардиологические надо применять больным с сердечной патологией, когда вторично уже на фоне заболеваний сердца или сосудов развивается то или иное онкологическое заболевание. Мы не знаем, какие кардиологические препараты, как вы меня справедливо спрашивали, лучше применять у больных с той или иной онкологической патологией. Ну и кроме того, основа основ, профилактика. Ведь давайте подумаем, очень многие факторы риска, они являются факторами риска и кардиологических, и онкологических заболеваний. Например, курение. Это фактор риска развития и тех и других грозных заболеваний. Диета. Ожирение. Мы говорим, что ожирение это фактор риска сердечно-сосудистых болезней, но ведь и онкология у более полных больных возникает чаще. Кроме того, есть очень интимная связь между некоторыми сердечно-сосудистыми заболеваниями и онкологическими болезнями. Например, в этом году был опубликован крупный метаанализ, было включено больше 300 тысяч наблюдений, было показано, что артериальная гипертония увеличивает риск развития рака почки на 67%. Мы еще очень мало знаем о том, как заболевания сердца влияют на течение онкологических заболеваний и как онкологические болезни влияют на развитие и прогрессирование болезней сердца и сосудов. И мне кажется, глобально кардио-онкология именно эта дисциплина, которая должна более фундаментально и более основательно изучать сосуществование сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Рентгин, если говорить о будущем, как вы видите все-таки вот эту некую борьбу кардиотоксичности? Потому что от химиотерапии, от таргетной терапии в ближайшее время мы никуда не уйдем. Вот как быть все-таки, то есть это все-таки ранняя диагностика и профилактика? Или все-таки можно ожидать какого-то нового класса препаратов? Ну, я думаю, что изобретатели и создатели новых классов онкологических препаратов должны всегда на первых этапах изучения препарата смотреть, насколько он кардиотоксичен. И если кардиотоксичность или влияние на сосудистую систему очень выражено в плохом смысле, то, наверное, надо отказаться от этих препаратов и дальше их не развивать. Кроме того, очень важно определять группы риска среди больных онкологических и с этой целью смотреть, может быть, кому-то давать облегченные курсы химиотерапии, меньшие дозы препаратов, меньшую длительность курсов. Ну, конечно, не в ущерб эффективности лечения основного онкологического заболевания. Мне кажется, что здесь есть много способов. Но более современные классы препаратов, например, для лечения рака молочной железы, они, хотя и вызывают тоже возникновение кардиопатий, но это кардиопатии второго типа. Они менее злокачественны, они больше обратимы, в отличие от антрациклиновых. Поэтому здесь, наверное, совместная работа кардиологов, онкологов и фармацевтов, фундаментальных ученых, которые изобретают и внедряют препараты в повседневную клиническую практику, будет очень-очень важным путем для преодоления проблем кардиотоксичности. Вы, наверное, сами подвелись к этому вопросу, поскольку вопрос клинического фармаколога обсуждается уже очень давно. Вот как Вы считаете, должен ли появиться в отделениях клинический фармаколог, который поможет и кардиологу, и онкологу? Безусловно, и это не только связано с проблемой кардиотоксичности, кардио-онкологии. Вообще, я считаю, что в каждом современном стационаре должен быть клинический фармаколог. Почти 30 лет назад я была в Америке в клинике, и когда мы ходили в обход, бросилось в глаза, что вместе с врачами ходит такой незаметный товарищ без халата, который подсказывает врачам и дозы, и говорит о том, какие лучшие препараты в том или ином классе назначить тому или иному пациенту, исходя из каких-то своих специфических знаний. Врачи прислушивались к этому человеку, потом я спросила, кто это, и сказали, что это клинический фармаколог. Сейчас препаратов для лечения всех заболеваний существует очень-очень много. И порой врачам сложно знать тонкие моменты действия, эффективности того или иного конкретного препарата. Для этого, конечно, должность клинического фармаколога очень-очень нужна для того, чтобы улучшить эффективность. Мы сейчас говорим об индивидуализированной, персонализированной медицине. Я считаю, что хороший клинический фармаколог очень нужен для того, чтобы подобрать конкретному больному конкретный препарат, дозировку и схему его назначения. Ну и последний вопрос как главному кардиологу, как тому человеку, который обучил огромное количество и аспирантов, и докторантов. Есть ли проблема в современном обучении? В каком ключе, я спрашиваю? Когда многие попадают к кардиологу, нередко говорят, что кардиолог пропускает онкологическую патологию с той точки зрения, что плохо расспрашивают анамнез, плохо расспрашивают генетические данные по родственникам. Есть ли в этом правда какая-то? Да, к сожалению, современные врачи, молодые ординаторы, которые приходят к нам, очень плохо знают про педевтику. И очень бы хотелось обратиться к тем, кто занимается обучением студентов. Да, мы сейчас стали очень богатыми, у нас очень много возможностей для того, чтобы просветить тело. И там 640 спиральные компьютеры, МРТ-томографы. Можно человека наизнанку просто вывернуть и все до молекулы просмотреть. Но начало общения с больным начинается все-таки с расспроса. Надо научить студентов и молодых врачей смотреть в глаза своим пациентам. И даже по выражению глаз, по цвету кожи, по каким-то, наверное, манерам поведения, даже ответам на вопросы больного можно много-много о нем сказать. И не нужно будет делать лишних компьютерных томографий, эхокардиографий. Научиться общаться с пациентом. Вот это искусство, к сожалению, утрачивается. Мне больше хотелось, чтобы мы вернулись к корням. К тому, чему нас обучали 20-40 лет назад наши великие терапевты. Я помню, например, академика Василенко, который принимал мне экзамен по пропедевтике. И, конечно, та школа была просто потрясающей. Надо возрождаться. Никто не отменяет прогресса. И, конечно, прогресс в медицине нужен. Но не надо отрываться от наших корней, от каких-то знаний, которые необходимы, которые являются базовыми. Потому что очень обидно и стыдно, когда новоявленный кардиолог не может доложить анамнез больного. И вот надо обращать внимание на этот аспект обучения. Не только на молекулярный и клеточный уровень. Спасибо большое, Елена Евгеньевна. Очень хочется верить, что все-таки в ближайшее время онкологи и кардиологи скооперируются. Создадут полноценный регистр, который уже в принципе в мире существует, такие регистры. И что, может быть, в ближайшие 5-7 лет мы действительно услышим каких-то прорывных исследований, которые позволят нам уйти от этой кардиотоксичности. И мы все меньше и меньше увидим как онкологической, так и кардиологической патологии. Спасибо большое. Спасибо большое. На дороге всем и удачи. Спасибо. Спасибо.